Привет! В ходе этого урока мы поговорим про различные условия, циклы, а также про оператор контент в SaaS. Но сначала я хочу порекомендовать вам сайт itproker.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Первым делом мы рассмотрим оператор if. Оператор if это условный оператор, который позволяет проверить какое-либо условие и в зависимости от верности этого условия выполнить определенный код. В нашем случае у нас есть такой миксинг как grid. И вот для этого миксина давайте мы и задействуем условный оператор. Смотрите, что я хочу здесь сделать. Я хочу, что когда если мы будем передавать calls, то есть количество вот этих вот блоков в одном ряду, если мы будем передавать, что calls будет большим либо равным числу 5, то ширина у этих блоков будет просто 100%. То есть мы не будем высчитывать по формуле, просто будем указывать, что у них ширина 100%. При этом margin у них пускай будет 0. Ну, margin right будет 0. Если же мы передаем меньше чем 5, если мы говорим, что в одном ряду будет меньше чем 5 объектов, то тогда мы высчитываем все это по вот этой вот формуле. Соответственно, для такого мне как раз и требуется условный оператор. Чтобы его прописать, мы указываем знак собачки, дальше прописываем ключевое слово if, и дальше в круглых скобках мы указываем какое-либо условие. Условие может быть, например, проверка какой-либо переменной. В нашем случае так и есть. То есть мы просто прописываем, что мы проверяем переменную calls, а дальше мы говорим, что если эта переменная будет больше либо равная числу 5, то в таком случае мы будем выполнять определенный там код. Дополнительно по поводу еще проверок. Здесь можно проверять на больше либо равно, на просто равно, на не равно, на меньше либо равно, на просто меньше, на просто больше, а также на больше либо равно. В нашем случае мы как раз будем проверять на больше либо равно. Итак, если у нас больше чем 5 колонок, то мы говорим, что width будет просто равна 100%, А margin right будет у нас просто 0 То есть они у нас растянутся на всю ширину экрана Иначе, если мы передаем меньше, чем 5 колонок То нам необходимо это считать все по формуле Поэтому здесь я прописываю дополнительные условия Это как бы не то, что дополнительные условия Это просто else Else выполняется в том случае, если if не был выполнен То есть если мы передадим число, например, 3 То, соответственно, выполнится else Потому что if у нас не выполнился И в else мы будем как раз считать с вами все по формуле А дополнительно margin right мы будем устанавливать Как margin, который мы принимаем здесь в качестве параметра Таким образом, если я это сохраню, ничего пока не поменялось Но если я перейду в style.css S.css вернее И здесь я буду передавать уже, например, 5 элементов То в нашем случае, как видите, они растягиваются на все 100% экрана При этом, если я уже буду передавать 4, например, элемента Они растягиваются не на весь экран, растягиваются именно по формуле У них у всех определенная ширина есть какая-либо Ну и между ними есть определенный отступ То есть вот так работает условный оператор if У него есть дополнительно еще просто помощник else Который срабатывает в случае, если предыдущий if был неверным Вот такая вот здесь идет конструкция Теперь мы рассмотрим с вами циклы Для написания цикла существует специальный оператор, который называется for Вообще существует несколько операторов в sass Это такие еще операторы, как while И также есть еще операторы each В принципе, все они выполняют схожую работу Но на самом-то деле, вот дальше, чем оператор for Я никогда не заходил То есть мне никогда не требовалось, чтобы я еще работал с циклом while Или с какими-либо другими циклами Обычно даже до цикла for и то не доходит Потому что практическое применение ему, конечно же, можно придумать Но зачастую это можно сделать и без применения самого цикла И это иногда даже бывает более быстро Но это, опять-таки, субъективное мнение Вот, возможно, это не так И не зря же он был придуман Но вот лично я просто редко этим пользуюсь А, соответственно, я просто расскажу вам, как можно использовать for Ну, а остальные циклы, они работают по схожей технологии Поэтому, если вам потребуется То вы цикл while сможете, например, уже доучить просто Итак, смотрите Чтобы создать цикл В нашем случае цикл for Нам необходимо здесь указать некую переменную Которую мы создаем Например, переменная будет называться i И дальше указать, откуда и докуда она будет идти То есть, какой у нее диапазон Например, диапазон может быть от числа 14 Ну, к примеру, от числа 14 До числа, там, например, 50 Ну, в нашем случае нам такое, наверное, не надо Хотя, давайте напишем так От числа 24 она будет у нас идти До числа 29 Вот такой вот нестандартный диапазон пускай будет Ну, нестандартный он тем, что мы просто не идем От, например, от 1 до 6 Окей, дальше мы открываем фигурные скобки Здесь мы говорим, что мы будем делать Чтобы записать то, что мы сейчас здесь будем делать Давайте мы просто еще изначально создадим одну переменную Например, назовем ее как some var И дадим ей значение просто for Причем мы можем даже, наверное, не for ей дать значение А, например, some class Вот такое у нее пускай будет значение То есть это просто какой-либо текст Это не какое-либо значение Это, знаете, там, не пиксели, не проценты Это ничего, это не цвет Это просто какой-то текст И вот с этим текстом мы также можем с вами работать То есть переменную можно записать абсолютно все, что угодно Вот мы записали просто текст И теперь, что я хочу сделать Я буду создавать классы Вот, по этому точку здесь ставлю И воспользуюсь следующей структурой То есть я открываю, я ставлю знак решетки Открываю, закрываю фигурные скобки Дальше я обращаюсь к вот этой вот переменной some var И далее просто здесь я еще буду ставить defis Дальше я обращаюсь к переменной i То есть, по сути, у нас будут создаваться классы У которых название будет some class Потом будет идти вот этот вот defis Вот, и дальше просто число От 24 до 29 будет число у нас И здесь все, что я буду делать Я просто буду устанавливать ширину, например, для блоков То есть 50 пикселей И мы к ним дополнительно добавляем нашу вот эту вот переменную i Так же самое мы сделаем, например, с высотой Пускай height у нас тоже будет добавляться Вот Теперь я это сохранил Переходим в style.css И здесь мы можем с вами заметить, что у нас было создано кучу различных классов Вот они, some class И defis 24, 25, 26, 27, 28 и 29 Оно не включает То есть, у нас идет отчет здесь Депосон идет, вернее, здесь от 24 включительно И до 29 не включительно Ну и в плане свойств То здесь, как мы видим Первый наш класс, который вид Ну, который 24, он имеет вид 74 Потому что к 50 мы добавляем 24 И height он такой же имеет Ну, а последующие они уже имеют другой вид Потому что здесь добавляется вот это вот i Ну и, конечно, тоже можно различные математические операции еще здесь проводить Например, умножить это можно еще на 2 Или поделить на 3 там Ну, в принципе, все, что вам необходимо То можете еще здесь прописывать Опять-таки, особого практического применения Лично я не заметил у этих циклов Конечно же, их применяют, их применяют много Но лично я их особо часто не использую Соответственно, просто на цикле for мы с вами и остановимся Теперь давайте рассмотрим с вами такое ключевое слово, как контент Объяснить на самом-то деле, что такое контент Довольно-таки непросто Поэтому давайте я лучше вам его изначально покажу И на примере вы поймете, что же он из себя представляет Итак, изначально нам потребуется такой миксинг, как link Мы его с вами ранее создавали Вот к нему обратимся Здесь у нас просто представлены стили для ссылок То есть это просто ссылка по умолчанию ее цвет Ссылка при наведении, активная ссылка и ссылка посещенная Вот, соответственно, посещенную ссылку мы давайте с вами удалим Вместо этого мы просто здесь пропишем такое слово, как контент Вот и все, в принципе Далее перейдем в style.scss И вот, например, наш include link, то есть вот этот вот стиль, который по сути существует для всех-всех-всех ссылок Мы его оставим без изменений А вот представим, что у нас есть еще некий header, то есть некий заголовок И вот внутри него мы тоже будем работать с ссылками И единственное, что здесь я хочу немножечко усовершенствовать сам этот миксинг То есть вот здесь все ссылки наши, которые вот здесь я их подключил Вот, они не имеют дополнительного такого параметра, как visited А я, соответственно, хочу добавить этот параметр, но только для тех ссылок, которые находятся в шапке Ну, в header, вот этом вот блоке Соответственно, конечно же, можно создать два миксина Но этого делать не нужно, если вы умеете пользоваться именно контентом Вот этим вот словом Что оно делает? По сути, оно позволяет нам после миксина установить вот такие вот фигурные скобки И прописать любые свойства, какие только мы захотим Например, я могу прописать здесь, что background у нас будет как 0-0-0 То есть это будет черный какой-то background То есть задний фон будет черный, например А дополнительно я могу прописать, что visited, то есть ссылка посещенная Она будет у нас color Ну и, например, она у нас будет, пускай, я не знаю, какая Ну, пускай будет, пускай будет как fa, fa, fa Ну вот пускай вот такая она у нас будет Вот, и что это добавляет? Это добавляет то, что мы можем расширить, по сути, определенный миксинг Добавив в него какие-то свои собственные стили и функции То есть, например, вот здесь я добавил дополнительные стили Это задний фон, а также псевдокласс visited И при этом я обращаюсь к одному и тому же как бы миксину То есть вот здесь, когда я обращаюсь к этому миксину Давайте даже, наверное, перейдем в style.css И мы заметим, что когда я первый раз обращаюсь к этому миксину Вот, то у нас выдаются стили, то есть это ссылка a, a hover, а также a active Но когда я второй раз обращаюсь уже и обращаюсь как бы к хидеру, да То здесь у меня добавляется, что к каждой ссылке у меня добавляется background, во-первых Нет, вернее, не к каждой ссылке, а только к ссылке изначальной, да Вот, background добавляется А также добавляется псевдокласс visited То есть мы как бы расширили просто возможности нашего Ну, не возможности, а просто расширили свойства css, которые были в нашем миксине То есть, по сути, когда мы прописываем контент То в миксинг мы можем передать дополнительные свойства И все эти дополнительные свойства будут именно вписаны в то место, где у нас прописано вот это вот слово content Вот, в принципе, в этом вся и заключается логика данного ключевого слова Единственное, что мы давайте с вами сделаем, быстренько создадим хидер Внутри него будет ссылка Соответственно, быстро это все создали И здесь она, например, у нас будет просто как ссылка Окей, вот она добавилась Как видим, у нее именно черный фон При этом у тех наших ссылок, которые не находятся внутри хидер У них не черный фон Вот, и при этом, если я на нее перейду То она у нас должна быть Так, какой она у нас должна быть? Она у нас должна быть белой Ну, по сути, она такая и является Она и до этого тоже была белой Давайте мы поменяем, чтобы она была, например, красной Вот, чтобы мы видели какие-то изменения И мы видим, что она действительно у нас красная Потому что только что я на нее переходил И она у нас посещенная ссылка Ну и, соответственно, она поэтому красная То есть, контент это удобная тоже функция в SaaS И она позволяет просто расширить, добавить в Mixing дополнительные свойства Вот, в принципе, и все Ну что ж, на этом наш видеокурс и видеоурок подходит к концу В этом видеокурсе мы с вами изучили много новых вещей в SaaS Мы научились с ним работать Мы научились использовать различные его функции А также возможности Надеюсь, данный видеокурс вам понравился Если так, то подписывайтесь на канал Вступайте в группу ВКонтакте И переходите на сайт itproger.com На этом же у меня все Так что до скорых встреч Пока Субтитры подогнали Симон